Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом ролике я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о таком растении, как цинтелла азиатская, известная во всем мире как готукола. Это растение, которое в последнее время завоевывает действительно огромную популярность во всем мире. Огромное количество всевозможных биологически активных добавок, а также это растение, которое используется в виде банально простых чаев. В этом ролике мы разберемся конкретно в четырех причинах, почему вам нужно использовать это растение. Чем полезно это растение? Это природный натуральный целитель, о котором вы не знали и не догадывались, знаком нам испокон веков. Я конкретно приведу примеры, где, когда, при каких заболеваниях используется в медицине того же Китая, да и в целом во всем мире. Мы конкретно остановимся на эффектах влияния на головной мозг, улучшения умственных способностей. Это специфика также влияния на процессы обучения и памяти. Конкретно на действительно уже доказанных исследованиях разберем все те эффекты. Я проанализировал огромное количество исследований, о которых в этом ролике вам и расскажу. Но помимо специфики именно того, что мы разберем влияние на головной мозг, это растение, которое также будет интересно тем, у кого есть проблемы с острыми респираторными вирусами, вирусными заболеваниями, у кого есть проблемы с ранами, которые длительное время сложно заживают. Мы поговорим о специфике, о особенностях этого растения на уже доказанных исследованиях. А также я конкретно расскажу о том, как вы можете использовать и принимать, использовать это растение в виде чаев, либо в виде специфики биологически активной добавки. До начала огромная просьба. Поставьте лайк этому ролику, поделитесь этим роликом в социальных сетях, так вы поможете развитию канала, я буду чаще выходить онлайн и отвечать на ваши вопросы. Также подписывайтесь на мой канал в Телеграме. В случае блокирования Ютуба мы останемся на связи. Там много дополнительной полезной информации, вы напрямую можете задать мне свои вопросы. По специфике того, что я стараюсь выходить, отвечать на ваши вопросы, и огромная просьба к вам, поддержите канал. Все необходимые ссылки есть ниже, в описании под видео на Ютубе. Итак, начнем. Центелла азиатская. Это традиционное лекарство. Это та специфика, когда в биологически активной добавке, либо в чаях, в других компонентах и веществах используется экстракт из натурального растения. Здесь не будет, как при специфике какого-либо химического лекарственного препарата, побочных эффектов, и это преимущество. Сразу же огромная оговорка. При всех тех пользах и действительно преимуществах данных биологически активных добавок, чаев, нельзя их использовать, подразумевая, что это будет лекарственный препарат, который вылечит вас. Это биологически активная добавка, и нужно понимать, это природный натуральный целитель. Он не заменит лекарственное вещество, но может помочь вам. И сейчас мы разберемся, чем конкретно может помочь вам это растение. Это традиционное лекарство, имеющее множество преимуществ, включая улучшение настроения, антимикробной активности и улучшение когнитивных функций, то есть умственных, таких как способность к обучению и улучшению памяти. Специфика, когда есть большие нагрузки, когда это стрессовое сложное состояние, когда в короткие сроки вы должны показать результат и в целом сделать какую-то профилактику и предупреждение развития уже более сложного заболевания, вы можете помочь своему организму, используя природные натуральные целители. Центелла азиатская и известная во всем мире как Готнукола, она содержит набор 3 терпенов. Обратите внимание на эти вещества, которые обладают мощным антиоксидантным свойством. Это специфика, когда сегодня огромное количество разных заболеваний объясняются именно вот этими эффектами побочными и влиянием, вот и плохим влиянием на наш организм, влиянием вот этих свободных радикалов. Когда вы используете натуральное вещество, будь то чай, либо биологически активную добавку, это преимущество, потому что при равных условиях есть вещество, которое помогает эффективнее работать, защищает саму клетку головного мозга и других тканей нашего организма, способствует восстановлению регенерации, способствует высвобождению в той же клетке большего количества энергии. Вы имеете целый ряд преимуществ. Готнукола, она богата мощными антиоксидантами, а также она богата витаминами и минералами, что тоже очень важно. Она борется с воспалительными процессами в нашем организме. Полезна также для специфики косметологии. Это улучшение роста и качественных показателей кожи, ногтей, волос, а также специфика, что активно является такой добавкой, которая используется теми же травматологами в специфике костной ткани и мышечной ткани. А также очень активно используется фитнес-индустрия для скорейшей регенерации, восстановления и лучших показателей. Еще раз повторюсь, это природный натуральный целитель. Поэтому специфика, что вот он активно очень используется в фитнес-индустрии и в спорте. Это растение, которое знакомо нам в целом испокон веков. И сейчас докажу, потому что в китайской медицине, центелла азиатская, она используется также для лечения воспалительных заболеваний, гриппа, острых респираторно-вирусных инфекций, а также при патологиях заболеваниях печени. В Шри-Ланке и в Южной Америке с давних времен листья растения применялись для лечения кожных заболеваний, для лечения артритов, это патологии суставов, а также для лечения геморроя, для снижения кровяного давления при тех же эмоциональных психических расстройствах. Еще одно преимущество, когда вы можете помочь своему организму в специфике, когда у вас такая стойкая артериальная гипертензия, то есть высокое давление. Теперь мы конкретно поговорим о тех преимуществах, которые уже доказаны на сегодняшний день на основе уже исследований. Все те, кто из вас хочет подробно ознакомиться с этими исследованиями, ниже в описании под видео. Я сделал целый ряд ссылок, и вы можете подробно, еще более подробно ознакомиться, либо также можете дополнить меня ниже в комментариях под видео на канале YouTube. Итак, 4 преимущества, почему вы конкретно должны использовать Центеллу Азиатскую Готукола. Это повышение когнитивной функции. Второе свойство – это нейропротективная активность, то есть защита клеток нервной системы. Антимикробная активность и заживление ран. И сейчас мы конкретно на каждом примере разберемся вот в этой специфике по каждому пункту. Детально остановимся и посмотрим вот в ту специфику и в те преимущества, которыми обладает это натуральное растение. А также дальше конкретно, прям вот детально пройдемся именно по специфике тех исследований, которые я подготовил и собрал для вас, именно разбирая влияние этого природного целителя на наш головной мозг. Значит, первое, с чего мы начнем, это с повышения когнитивных функций. В исследованиях при сравнении Центеллы Азиатской с другими травами наблюдалось положительное влияние на тесты на работу памяти с уменьшением рабочего времени. Организм лучше справлялся с умственными когнитивными нагрузками. Помимо специфики вот этих умственных, это растение также улучшает настроение. Это связано с улучшением различных когнитивных функций, включая обучение и память. И когда организм действительно лучше и эффективнее справляется с поставленными задачами такого умственно-когнитивного характера, конечно же, это удовольствие. Когда ты быстрее запоминаешь, когда ты более логично отвечаешь, можешь логически сформировать вот эту последовательность своей мысли и показать в итоге лучший результат на каких-нибудь тестах и какой-нибудь контрольной, это, конечно же, преимущество. При том, при всем, ты не получаешь побочку от действительно вот тех сильно действующих лекарственных препаратов. Это огромное преимущество. Но тут же я обязан уточнить и сказать. Нет чуда-таблетки, которая решит все вопросы, вообще не открывая книги. Такого не существует. Это то вещество, та добавка, которую дополнительно вы можете добавить в свой рацион питания, либо использовать в виде чаев, и это улучшит показатели, но не более. Нейропротективная активность, то есть защитная функция клеток нервной системы в целом всего организма и головного мозга. Готокола, она защищает клетки от окислительных повреждений, уничтожает избыток свободных радикалов, о которых я уже говорил. Она поддерживает баланс окислительного стресса. Будучи таким мощным антиоксидантом, она оказывает значительное такое нейропротективное действие на наши клетки. В равных условиях, когда вот этих свободных радикалов и вообще стрессовых факторов очень много, и организм действительно подвержен разным факторам, которые влияют на гибель клеток нервной системы, используя данный такой природный препарат, этих клеток гибнуть будет меньше. Оказалось, что полезным является свойство еще защиты головного мозга при возрастных окислительных повреждениях. Что делает полезным это растение при лечении болезни Альцгеймера? В тех случаях, когда вы теряете память и формируется та же деменция с возрастом, это неизбежный процесс. Есть доказанное исследование, что в специфике, при равных условиях, показатели и функция здесь лучше. Центелла ускоряет регенерацию нервов, то есть восстановление нервов, и содержит несколько активных фракций, которые увеличивают и удлиняют нервные отростки. Что позволяет предположить, что некоторые компоненты могут быть полезны для стимуляции восстановления поврежденных нейронов. Здесь важна специфика не только защиты самой клетки, но и формирования вот этих взаимосвязей между нейронами. Вот на это хочу обратить ваше внимание. Также, на что хочу обратить внимание? Помимо вот этой вот функции улучшения памяти, умственных способностей, особенно в последнее время, когда огромное количество разных вирусов, бактерий, микроорганизмов атакуют ваш организм, здесь будет дополнительный хороший бонус. Это антимикробная активность. Центелла азиатская, которая была продемонстрирована и была признана полезной для здоровья. Фактически, действительно, какие-то местные некоторые заболевания и очаги, которые были локализованы, и действительно, добавляя вот это растение, экстракты полезные этого растения, давали лучшие результаты в восстановлении, лечении и тех же острых респираторно-вирусных инфекций, и различных местных очаговых гнойно-воспалительных ран. Это растение, которое испокон веков используется разными народами для заживления ран, и именно в специфике, благодаря таким антибактериальным и противовирусным, и противовоспалительным свойствам. Это еще одно преимущество. Особенно в специфике, когда это раны, которые очень сложно заживают. Это специфика, например, наличия у пациентов, например, того же сахарного диабета, когда есть уже вот осложнение в специфике ангиопатии, нейропатии. А также активно можно использовать для лечения ожогов кожи и в косметологии, дерматологии. Это лечение псориазов и дерматитов. Еще один огромный плюс. Экстракты этого растения могут быстро вылечить кожные раны, ожоги, поскольку содержат такие свойства, которые увеличивают приток крови к пораженным участкам, тем самым повышая уровень антиоксидантов для улучшения производства фибробластов. Фибробласты помогают синтезировать коллаген и таким образом помогают улучшить ту же специфику косметологии. Это растяжки, это шрамы и другие проявления на коже. Конечно же, чем эффективнее будет экстракт растения, чем сильнее и более концентрированнее будет, конечно же, это биологическая активная добавка, будут риски формирования побочных эффектов. Поэтому, конечно же, мы поговорим о побочных эффектах. Пугать не буду, синтелла азиатская, она в целом безопасна для большинства людей, не обладает огромным количеством побочных эффектов. У некоторых могут возникать расстройства желудка, сонливость, головная боль. Здесь специфика, что бывает индивидуальная непереносимость, бывает специфика, что именно вам не повезло и вы попадаете в тот малый процент, значит, тому, кому не подходит данная биологическая активная добавка, даже просто вещество и простой банально чай. Поэтому консультироваться нужно всегда с врачами. Они действительно смогут учитывать те или иные заболевания и эффекты, которым обладает данный БАД либо чай. Также, если вы начинаете любой новый препарат, любое лекарство, начинаете принимать его, начинаете с очень малых дозировок, делая пробу вначале, а затем уже увеличивая дозу эффекта и принимая уже длительно, целый, полным курсом. Мы дошли, наверное, к самому интересному. Разберемся в специфике влияния на наш головной мозг. Какова польза цинтеллы азиатской для нашего мозга? Я изучил целый ряд исследований о свойствах, именно как вследствие таких процессов и как влияет растение на умственные способности. Начнем с того, что готукола и прием готуколы, он отлично способствует улучшению здоровья мозга. Было показано, что он помогает в регенерации клеток головного мозга, стимулируя высвобождение нейротрофического фактора головного мозга. В чем специфика вот этого нейротрофического фактора головного мозга? Он поддерживает производство и рост клеток. Это фактор, который давно был открыт, которому сейчас уделяется огромное влияние, потому что это наша молодость и долголетие. Именно в специфике клеток, вот мы сейчас говорим о ткани головного мозга. Также он увеличивает нейропластичность, что тоже очень важно, и это сейчас очень популярный термин, который используется активно в заболеваниях головного мозга, в восстановлении патологии головного мозга. Акцентируется внимание на это все, потому что стимулируются эти процессы, ученые пытаются влиять на эти процессы, защищая наши клетки от повреждений, сохраняя их и способствуя улучшению функций. Также обладает нейропротективным эффектом, то есть защищает клетки головного мозга. Исследования показали улучшение когнитивных функций и настроения у пожилых пациентов. Я говорил о специфике уже исследований при заболевании таком, как болезнь Альцгеймера. Вот эти антиоксидантные свойства придают именно нейропротективные свойства. То есть они способствуют защите клеток головного мозга. Чем меньше свободных радикалов повреждают клетки, большее количество из них выживает. И при равных стрессовых каких-то условиях, нагрузках это меньше заболеваний, лучше способности. И, конечно же, риск развития какого-то сложного заболевания, именно связанного с процессами памяти, меньше эти риски. Готокола улучшает память. Исследования, проведенные на взрослых людях, которые перенесли инсульт, это тяжелое нарушение мозгового кровообращения, показало увеличение таких отсроченных воспоминаний после приема Готоколы. Это четкое сравнение двух групп. И вот в таком контролируемом исследовании было отмечено, что группа, кто принимали Центеллу, у них специфика вот этих отсроченных воспоминаний действительно была лучше. Еще одним преимуществом является сосредоточенность и ясность ума. Это связано с тем, что его соединение, увеличивает циркуляцию, кровоток, выработку коллагена, одновременно снижая окислительный стресс. Было доказано, что Готокола предотвращает образование бляшек при болезни Альцгеймера. Также еще исследования, что предотвращает нейротоксичность при болезни Паркинсона. Это отдельные исследования, и вы можете подробно разобраться в специфике. Также исследования, где говорится о том, что Готокола эффективно при больших и малых проблемах с мозгом. Сейчас активно нашим научным сообществом изучаются вот эти природные натуральные целители для того, чтобы это было возможно либо как дополнение к лечению, либо заметить тот или иной эффект, который будет способствовать развитию нового направления лекарственной именно терапии, не биологически активных добавок. Очень часто, например, уже из опыта вот на форумах и в целом на различных площадках, где ученые также собирают обратную связь, как я с канала, описывается тот факт, что пациенты могут говорить о том, что они чувствуют, когда принимают Готоколу. Говорят о стимуляции, вот о притоке энергии после приема, что, вероятно, связано с увеличением кровотока. И это еще одно исследование, где говорится о том, что Готокола увеличивает кровообращение в мозге. Очень часто эта добавка, этот экстракт из растения, используется в сочетании с гинкобелова. Я надеюсь, у меня получилось немножко обратить ваше внимание на специфику и особенности, на те эффекты влияния на головной мозг. А сейчас мы подошли, наверное, к самому интересному. Как конкретно принимать, как использовать в виде биологической активной добавки, либо используя банально чаи. Во-первых, не занимайтесь таким самолечением, потому что мы не несем ответственность за то самолечение. Потому что могут быть различные заболевания у вас, может быть аллергическая реакция, непереносимость каких-то веществ различных. Все это заранее не предскажешь, не предугадаешь. В специфике, как принимается, как используется. Если мы говорим о биологической активной добавке, значит, когда в составе одной капсулы содержится экстракт листьев цинтеллы азиатской 105 мг, используется в целом в среднем одна капсула три раза в день во время еды. Ничего сложного, и в целом биологическая активная добавка очень легко переносится. Как приготовить чай из цинтеллы азиатской? Готукола, цинтеллу, да, можно заваривать кипятком, но рекомендуется нагревать воду не более 90 градусов. Если вы завариваете в большом чайнике, то используйте от 7 до 10 грамм травы на 1 литр воды. Тут очень часто есть такие советы, особенно тех, кто часто использует вот эти природные целители, используют травы для своего здоровья и долголетия. Есть такая методика, что для улучшения извлечения полезных свойств рекомендуется настоять готукол и цинтеллу в термосе в течение 40-60 минут. Можно даже приготовить отвар на водяной бане. Поварить траву в течение 15 минут и дать настояться еще минут 30. Конечно же, у меня не получается все вместить в один ролик. И вы очень часто жалуетесь, что ролики становятся очень длительные. Но если я кратко очень прохожусь поверхностно, сразу же идет осуждение того, что эта информация поверхностна, вообще все не доказано. Поэтому ниже в описании под видео есть доказательная база. Сразу же оговорюсь тем, кто любит доказательную медицину. Это природный целитель, это растение, это чай, это биологически активная добавка, она не заменит лекарства. Но обращать на это внимание мы можем, мы должны использовать вот эти природные целители для своей пользы, для своего здоровья. Но, конечно же, понимая, что ни одно из этих растений, ни одна биологически активная добавка не заменит действительно лекарственный препарат. И не теряйте на это время. Я надеюсь, получилось ответить на все ваши вопросы. Обратите внимание. Те, кто хочет детально во всем разобраться, есть ссылочки. Все те, кто хочет меня дополнить еще в пользе данного растения, а будет больше исследований, будет больше дополнительных действий этого растения, что-то, может быть, более детальней будет рассказано, ниже в описаниях под видео, в комментариях, вы можете оставить свои какие-то наблюдения и свой опыт. Мне очень важен этот ролик именно вашим фидбэком. Канал создавался для того, чтобы я получал обратную отдачу, и вы мне рассказывали о своем опыте использования того или иного лекарства, биологически активной добавки. Если вы с этим сталкивались, если вам врачи это назначали, специально это делать не нужно. Для этого есть мы, ученые. Подписывайтесь на канал, делитесь этим роликом. Подписывайтесь на канал в Телеграме, там напрямую сможете задать мне свои вопросы. А также поддержите канал. Все необходимые ссылки в описании под видео. Всем пока. Встретимся в следующем ролике.